21 сентября исполнилось 120 лет со дня открытия загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарда. 25 сентября мы будем торжественно отмечать 120-летие астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарда. И в этот день запланировано несколько очень интересных мероприятий. В конференц-зале культурно-спортивного комплекса Казанского федерального университета УНИКС прошла всероссийская конференция вызвана национальной и региональной безопасности, анализ и решения. Это наша реальная жизнь, с ее проблемами придется на это реагировать. Всем привет! В эфире Универ-Ньюз, а в студии Анастасия Миронова. Казанский федеральный университет в соответствии с очередными приказами зачисляет иностранных граждан число студентов на программу бакалавриата, специалитета, а также магистратуры на любую форму обучения в 2021-2022 годах. Новоспеченные студенты зачислены как на бюджетной, так и на платной основе. Приказ подписан ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым. Ознакомиться с документами можно на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета. 21 сентября исполнилось 120 лет со дня открытия Загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Об истории создания и о том, какая программа мероприятия запланирована в нашем сюжете. Астрономическая обсерватория имени Василия Энгельгарта Казанского федерального университета. Это российская астрономическая обсерватория, расположенная в 20 километрах западу от Казани, поселки Октябрьский и Зеленодольского района Татарстана. 25 сентября мы будем торжественно отмечать 120-летие астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарта. И в этот день запланировано несколько очень интересных мероприятий на территории обсерватории. Прежде всего, это открытие памятника двум великим людям, чья дружба – это и есть тот залог открытия астрономической обсерватории, которое было совершено 120 лет назад, памятник Василию Павловичу Энгельгарту и Дмитрию Ивановичу Дубяга. История создания Энгельгартовской астрономической обсерватории начинается с того, что в 1897 году известный астроном и общественный деятель Василий Энгельгарт по причине преклонных лет и болезни прекращает практические наблюдения и передает в дар Казанскому императорскому университету уникальное по тем временам астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене. С 21 июля 1899 года Дмитрий Дубяга, которого связывал с Энгельгардом многолетняя дружба, был назначен ректором Казанского императорского университета, что способствовало положительному решению о строительстве рядом с Казанью второй обсерватории. 7 марта 1899 года на участке обсерватории приступили к строительству. И 21 сентября 1901 года состоялось торжественное открытие загородной астрономической обсерватории Казанского университета, которая в 1903 году официально получила название «Энгельгардовской». В своем завещании известный астроном оставил просьбу быть похороненным на родной земле на территории обсерватории Казанского императорского университета. В 2014 году пожелание ученого было исполнено Казанским федеральным университетом. Более чем через 100 лет по инициативе ректора КФУ Ильшата Гафурова прах Василия Энгельгарда был привезен из Дрездена в Казань. И 21 сентября 2014 года Василий Энгельгард был перезахоронен на территории астрономической обсерватории. На территории обсерватории построен планетарий, ведутся экскурсии для школьников и для всех гостей и жителей Республики Татарстан. И это очень важный фактор, как пропориционная работа для Казанского федерального университета и вообще, чтобы люди получали знания о космосе. Отметим, что Казанский университет является единственным университетом, обладающим собственным планетарием. Напомним, что объекты загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарда включены в предварительный охраняемый список ЮНЕСКО. 25 сентября запланирован ряд мероприятий, проводимых на территории обсерватории. Для гостей будут организованы научно-познавательные программы, где расскажут про историю становления обсерватории, историю развития астрономии в Казанском университете, о современных достижениях в космической отрасли Российской Федерации и многое другое. Для студентов также организован праздник, который мы назвали равноденствие. Дело в том, что 20 числа сентября, с 21 по 24 сентября, это дни, когда в зависимости от календаря отмечается так называемый день осеннего равноденствия, когда день равняется ночи, и происходит очень много интересных событий на просторах нашей Вселенной. Также будут организованы зрелищные мероприятия, такие как гонки на дронах. Елизавета Никитина, Универньюз. В Казань Экспо стартовал международный форум «Казан Диджитал Уик», посвященный научно-технической и коммерческой коммуникации разработчиков и пользователей цифровых технологий, продуктов и услуг. Подробнее мероприятие расскажем в следующем выпуске. Форум проходит под эгидой и поддержкой представителя правительства Михаилович Мишустина, Дмитрия Николаевича Чернышенко. Ну и вот сегодня вместе с нами наш министр Шадаев. Поэтому давайте аплодисментами поблагодарим правительство Российской Федерации за ту поддержку, которую мы сегодня получили. В конференц-зале культурно-спортивного комплекса Казанского Федерального университета «Уникс» прошла Всероссийская конференция «Вызовы национальной и региональной безопасности. Анализ и решение». Актуальность конференции подтверждена трагическими событиями в Перском университете. Конференция началась с минуты молчания в честь погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Программа частично прошла в онлайн-формате с российскими и зарубежными спикерами. Эксперты выступали с докладами в четырех секциях. Не можем повлиять на отдельных членов общества, которые ставят перед собой такие антиобщественные, антисоциальные задачи. Я бы так сказал. Но мы должны разработать систему мер. Я думаю, что это рано или поздно будет выработано, чтобы до предела уменьшить возможность повторения таких ситуаций. Потому что мы знаем, что это затрагивало и школы в нашем варианте города Казани. Это затрагивает, к сожалению, высшие учебные заведения. После вступительного слова Андрея Большакова выступил Решат Гусейров, проектор по общим вопросам Казанского федерального университета. Он отметил, что есть очень много вопросов и по обеспечению безопасности вузов, и то, как у нас в университете ведется определенный мониторинг, как выявляются лица, склонные к жестоким действиям, и как дальше действовать по отношению к ним. Вопрос в том, что мы можем сделать у себя дома, в частности, в республике, в университете. Каждый должен об этом задуматься. Может быть, начнем каждый со своего дома и пойдем дальше. Андрей Большаков также подчеркнул, что отдельная секция предоставлена для молодежи, которая может высказать свои предложения, внести рекомендации и проанализировать проблемы. Надеемся на дальнейшее расширение и углубление нашего сотрудничества с рядом российских коллег, которые заявлены на конференцию, и, безусловно, с представителями других иностранных государств. В концертном зале КСК КФУ «Уникс» состоялось открытие 4-го российского конгресса «Роскаталис», одним из организаторов которого стал Казанский федеральный университет. Подробности в следующем сюжете. Как ускорить или замедлить химические реакции? За ответ дорого заплатят не только нефтегазовые компании. На 4-м российском конгрессе по «Каталису» промышленные организации намерены обрести долгосрочных партнеров и заручиться поддержкой ученых. «Каталис» — это ускорение химических реакций под действием небольших доз определенных веществ. На нем основано 90% объема современного химического производства, получения маргарина, удобрений, пластмасс, бензина и других био- и нефтепродуктов. «Каталитические технологии — это, наверное, та область, где путь между фундаментальными разработками, их технологическим решением и готовой продукцией, наверное, самый яркий и самый короткий». Конгресс проходит на нескольких площадках. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» — втором корпусе Казанского университета и Казанском центре Российской академии наук. Программа мероприятия включает лекции, доклады и круглые столы. Одним из организаторов Конгресса стал Казанский федеральный университет. «В этой аудитории возможно излишне говорить о истории Казанской химической школы, но тем не менее я вижу много молодых людей, которым будет интересно пройтись по внутреннему дворику главного здания Казанского университета и посмотреть то здание, зайти в музей, где был открыт единственный химический элемент на территории России — Рутенев Клаусом, где работали Бутлеров, Зинин, Марковников, Арбузовы». На протяжении мероприятия гости могут ознакомиться с коллекциями и музеями Казанского федерального университета. Конгресс «Роскатализ» завершится 25 сентября. Ариадна Кугушева, Фарид Захитоглы, Универньюс.